На моём сервере грядёт топовое обновление, выживание станет ещё хардкорнее, мистика страшнее, а донатик дешевее, так что залетайте на Бергплей, айпи в описании. Это чё ещё за таблички? Что? Это... это что? Это что? Я не буду долго расхеробренивать эту историю. Наблюдатель. Это довольно жуткое существо, которое обитает на нескольких сидах и появляется в том случае, когда на сервере несколько игроков. Но шанс настолько редкий, что несколько энтузиастов нашли мир Кэртейкера, где если провести ритуал его призыва, есть шанс на появление крипового черно-белого убийцы. Здорово, майнеры! Сегодня мой Майнкрафт снова чуть не умер. После призыва Кэртейкера, ваш мир начинает вести себя очень странно. Чёрно-белые блоки шерсти появляются прямо на глазах, жуткие шумы преследуют, а экран становится чёрно-белым. И лайки с подписочками на канал сами начинают появляться под этим видео. Но я всё-таки надеюсь на пушечный актив. Ну и погнали же почухаем чёрно-белый Майнкрафт. 1, 14 и 3. Обновление жителей. Настройки графики. Настройки чатика. Музыка. И лишь один единственный сид, от которого мурашки на коже соберут свои чемоданчики и, видимо, улетят куда-то далеко в Магадан. Сегодня, возможно, произойдёт что-то интересное. Вот он, этот мир Кэртейкера. И я готов постараться его призвать. Let's go. Уж не знаю, какой шанс мне встретить наблюдателя, либо же смотрителя, наблюдающего, смотрящего в Майнкрафте на этом сиде довольно-таки интересном. Надеюсь, всё-таки шансы будут. Однако, мне нужно поторопиться. Так как нужно построить домик и, естественно, найти место для дома. Какая милая лошадка маленькая, пони такое. Я б на нём поездил. Но, к сожалению, вряд ли у меня это выйдет. К тому же, мне придётся играть на лёгенькой сложности. Мирная сложность отменяется. Сегодня всё у нас будет довольно-таки интересно. И времени придётся потратить реально очень много. Потому что нужно строить дом. И там, естественно, проводить ритуал призыва. Скорее всего, придётся всё это дело обрезать. Так как видео получится там на 50 минут, если я не буду ничего тут обрезать. Не вижу, к сожалению, здесь никакой пещеры. Однако, что я могу сказать? Великую цитату. Ну, ничего страшного. Тяу-тяу-тяу-тяу. Шикарное просто дерево. Просто замечательное летающее дерево. Супер. Мне нравится. Мне уже нравится. Такс. Скоро уже будет закат. У меня вообще нет ресурсов. Просто вообще не понял. Это я тут что-то... А! Нормально. Я ещё и назад вернулся. Я понял. Нет ни единой пещеры, которая была бы плодородной. И в ней бы было много ископаемых. И также какая-то местность не особо мне нравится. Ну, вот берёзовая роща, возможно, где-то здесь освоюсь. Но всё-таки я, наверное, буду продвигаться дальше потихонечку. О! К тому же вижу какое-то ущелье. ХПшка у меня скоро закончится. Ладно. Сырое мяско, тоже мясо. Такс. Игорёчек, ты... О! Вижу же косика. Где-то здесь, скорее всего, затылся Игорёк. Так что увидите уже меня возле моего дома. Либо же в моём доме. Когда он будет готов. Пришло время активировать тотем Кэртейкера. Я его уже заранее построил. Вот мой такой шикарненький домик. Потратил на него я где-то два игровых дня примерно. Даже немножечко больше. В общем, я не особо как-то считал время. Ну, не суть. Главное, что дом готов. Всё готово к его призыву, к его появлению. Надеюсь, всё-таки у меня получится. И я не зря потратил столько времени на строительство своего шедевра. Здесь у нас множество различных комнат. Всё. Такс. Вот как, собственно, выглядит тотем. Здесь уже всё прописано. Всё готово. Остаётся сделать только вот так вот. И... Хух. Нажимаем на рычаг. Чего? Незразумив, это чего сейчас было? А, то есть мне не показалось. Что? Такс, это явно был не какой-то баг. Давайте эту комнату проверю. Ладно. Это было очень странно, но походу я реально его активировал. Сам тотем? Это было капец как внезапно. К такому жизнь меня не готовило. Я не думал, что всё настолько резко произойдёт. Сейчас что-то зашло ко мне в дом. И открыло двери. Они были закрыты. Когда я активировал тотем. Ладно. Окей. Так, у меня тут уже всё забито. Погнали осмотрим местность. Главное все двери закрывать. Уже вечереет. Сейчас начнут на меня нападать враждебные мобы. Я этого не хочу. В принципе, здесь они вряд ли будут спавниться. Как только я активировал тотем. Был пещерный шум. Ой. Ой. Ты откуда взялся? Такой хороший. Э! Вы откуда? Что у нас так много, ребята? Давайте по одному. Такс. Два пещерных шума сейчас было. Ладненько. Да не. Да не может такого быть. Четвёртый. Девчата, пацаны. Четыре пещерных шума. Я с таким акцентом сказал, как какой-то французи. Хорошо. Сохраняем спокойствие. Конечно, Кертейкер это довольно опасное существо. Но буду держать в голове ту мысль, что возможно на этом сиде какие-то баги. Пока что ничего такого сверх жуткого не произошло. Но я тоже не хочу в эту пещеру идти. Давайте я другую найду себе. Какая-то она стрёмная. Я только в неё зашёл. Начались какие-то пещерные шумы. На меня напала целая армада скелетов. И мне это реально капец как не нравится. Что? 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 Я один в мире. Вы что, серьёзно? Тут сейчас были коврики. Так, сбегом к дому. Мне кажется, на улице опасно. Я лучше побуду дома. Ну, его херобринскую попку. Всю эту мистику. С этими вашими Кертейкерами. Это реально одно из тех существ, которое меня очень сильно пугает. И я не хочу с ним сталкиваться. Я уже начинаю жалеть о том, что я вообще его решил призвать. Что это было? Не послышалось? Так, надеюсь, он и не стоит где-то в моём доме здесь. Тут чисто. Тут тоже вроде никого, окей. Опять же, закрою все двери. Давайте на второй этаж. А где тотем? Это что ещё за таблички? Что? Это... Это что? Это что? Какого чёрта? Я сейчас протёр свои глаза. Мне это снится? Это что было сейчас? Там сейчас лодка сама по себе плыла. Погодите. Погодите. Её здесь нет. У меня тут стояла лодка. Ладно. Хорошо. Давайте посмотрим, куда она поплыла. И что это сейчас было вообще? Она куда-то туда уплыла. Ой, чувствую не к добру это всё. Ой, чувствую не к добру. Ой, не к добру это всё. Мне это не нравится. Чего? Ребята, у меня экран чёрно-белый стал. У меня половина экрана чёрно-белая. Что это? Это он. Это... Это реально он. Он там был только что. Какого хрена? Какого чёрта? Ребята, это... Это он. Это реально сейчас он был. У меня экран чёрно-белый. Так, надеюсь, он сейчас не появится возле моего лица. Я в дом. Я в дом. Ну его нахрен. У меня даже экран отлагал сейчас. Наверное, от моих криков. Всё, уже нормальный экран, но... Так, я закрывал двери или нет? Я их закрывал или нет? Окей. Ребята. Я призвал кейртейкера. Я... Я приз... Что это? Что происходит? Что? Я... Я иду. Там написано на табличке. Блин, блинский. Мне это... Мне это очень не нравится. Это тот самый наблюдатель. Это все его признаки. И он, походу, очень злой сейчас. Хорошо, что я играю не с кем-то, а один. Потому что, если ты будешь играть с кем... Свет погас. Ребята, свет погас везде. Все факела исчезли. Что, мать его, происходит? Это полнейшая жесть. Это тупо полнейшая. Опять жуткий шум. Это его жуткие шумы. Он где-то рядом. Спокойствие. Ребятки, закрывайте глаза. Сейчас что-то будет. Сейчас что-то будет. Это его шумы. Твою ж дивизию. У меня опять экран черно-белый. Теперь он полностью черно-белый. Это... Такое нев... Это невозможно. Как это... Это реально? Это реально просто нереально. У меня весь экран черно-белый. Все просто черно-белое. Я такого никогда не видел, чтобы... Реально в Майнкрафте такое можно было сделать. Окей. Окей, хорошо. Я не знаю, что делать. Давайте я... Наверное, выйду на улицу и подойду поближе к этим табличкам. Потому что реально... На второй этаж. Бегом на второй этаж. Там факела исчезли. Ребята, мне что-то плохо. Он там. Это он. Уйди отсюда. Куда... Куда он исчез? Он здесь, ребят. Он здесь. Мне кажется, он сейчас появится здесь с моей спиной. Пожалуйста. Не надо, кейртейкер. Я к этому никогда не привыкнул. Опять экран нормальный стал. Да что происходит? Жуткие шумы. Вы бы сейчас видели мое лицо. Вы бы сейчас видели, мать его, мое лицо. Мне очень страшно. Я уже хочу ЛТФ4 нажать. Я реально больше всего, наверное, боюсь именно этот миф. Что? Стоп кадры. Подписочки с колокольчиками. И лайки. Комментарии. За пушечный актив я буду готов обнять каждого при встрече. Ну или же пожать руку. Давайте все-таки наберем 10 тысяч лайков за 10 часов. Я знаю, вы можете это сделать. Мне будет нереально приятно. Также залетайте в мой инстаграм. Если интересно, чем и как я живу. Ну и до встречи в следующих выпусках Мистики Бандиты. Вы самые топовые зрители. Чаоооо.